Зима отступает, сдавая свои позиции, и на смену ей уже спешит весеннее тепло. Последнюю неделю февраля в совхозном бассейне оператор фитнеса Люби Фитнес организовали состязание, открытый чемпионат среди фитнес-клубов города Москвы по плаванию. Семь фитнес-клубов выставили свои команды, которых возраст участников начинался с 6 лет, а ограничивался 15 годами. Сегодня у нас открытый чемпионат по плаванию среди фитнес-клубов Москвы. У нас участвует 7 фитнес-клубов. Конечно же, самая многочисленная команда – это клуб Люби Фитнес и клуб Айла Фитнес. То есть у них около 30 участников от каждого клуба. Всего 120 участников к нам присоединились к клубам Москвы. У нас присоединилась достаточно известная сеть ВИДЖИМ, это большая сеть в Москве. О гимназии Примаков. Ребята приехали даже с другого конца Москвы, с Рублевки. Также присоединился ближайший к нам – это бассейн «Дельфин». Вы знаете, многие дети в совхозе там занимаются. И был дом спорта «Фили». И еще у нас участвовал клуб нашего холдинга – это «Олимпик», «Виллэфит» недалеко видно. То есть приехали достаточно много участников. К сожалению, какие-то участники не приехали по причине, что сейчас идет все-таки пандемия, и не все смогли выбраться. Ну, в апреле у нас будет еще один чемпионат по плаванию, который, мы думаем, что он будет более массовый. То есть около 200 детей мы будем ожидать в этот период. После построения команд перед ними выступил коллектив барабанщиков культурного центра совхоза имени Ленина. Затем детский театр на воде «Арт энд Ватер», руководит которым Анна Удовик, международный мастер спорта, пятикратная чемпионка мира, солистка крупнейших шоу на воде, главная героиня шоу Марии Киселевой «Русалочка» показали шикарное представление. Поддержать спортсменов также пришла команда чар-лидеров. Со своим сольным номером перед собравшимся выступила 9-летняя Доминика Дмитриева, профессиональная спортсменка школы Олимпийского резерва по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой, серебряный призер Кубка Москвы и бронзовый призер Перенства Москвы. Она показала номер под названием «Мой маленький принц». После того, как главный судья соревнований Антон Небецкий объявил старт, начались заплывы спортсменов. Болельщики поддерживали свои команды, но особенно приятно было смотреть то, как родители подбадривают детей, настраивая их перед заплывами. Специальный приз от организаторов получил пловец, который проплыл дистанцию, соревнуясь только с самим собой и своим недугом. У Тимофея Колганова ДЦП, но несмотря на это, он полон энергии и мотивирует ей своего тренера и стегнеева Станислава. Надеемся и вас тоже, дорогие зрители нашего канала. Все мы страдаем, все мы падаем, все мы взлетаем, но самое главное – быть самим собой. И главное, чтобы люди были сами собой и с любимыми людьми. Вот это вот самое главное в жизни, в нашей. Вот, а победы все это придет. Это самое главное – быть настоящим человеком. Мы поговорили со зрителями и представителями команд. Мы спросили, почему, по их мнению, среди всех видов спорта они отдали предпочтение именно плаванию. Какой клуб вы представляете сегодня здесь? Гимназия имени Примакова. Я привез двоих детей, 12-13 года рождения. Участвую здесь уже второй раз. Очень нравится здесь выступать. Отличный бассейн, честное судейство. Доволен. У нас около 100 дополнительных образований секций, доп. секций, самых различных. Так что в гимназии очень хорошо развит спорт и дополнительные секции. Мой спортсмен попал в тройку лучших по кролю на плавание. Он выступал с ребятами более старшего возраста. Но год рождения у него соответствует. Поэтому все закономерно. Боролся с сильнейшими. Я очень рад за него. Почему все-таки предпочтение отдаете плаванию? Вот сюда привозите вы именно пловцов. Да, ребята очень любят воду. Очень любят эту стихию. Она как бы помогает бороться не просто с самим собой, а и против стихии. Тем самым побеждают себя. Меня зовут Анна. Мы представляем клуб Веджим Кутузовский. Я сегодня приехала с нашей командой тренеров поболеть за наших деток. Они вот там очень волнуются. И мы желаем им удачи. Болеем всем сердцем. Почему плавание важный вид спорта? Почему вы ребенка бы отдали плавание? Я бы ребенка 100% подала в плавание. Потому что, на мой взгляд, весь каркас мышц, все, что связано со здоровьем, все это формируется в детстве. И поэтому очень важно давать ребенка с малых лет в плавание. И я рекомендую каждому нашему зрителю это обязательно сделать. Спортивная соревновательная нагрузка – это сильный психологический стресс. Можно поберечься. Я считаю, что это не стресс. Я считаю, что необходимы условия для формирования психики каждого ребенка. Обязательно нужно, особенно в наших реалиях. Сколько лет ты занимаешься плаванием? Ну, я еще. Я начала заниматься сначала с младших лет, но мне это не понравилось. И уже через пару лет я начала заново заниматься плаванием. Мне это понравилось. Ну, год, два. Сегодня ты выступала уже? Один раз на спине плавала. 50 метров. Я буду плыть еще кролем. Вот через 6-5 заплынусь. Вы довольны тем, что ребенок у вас занимается плаванием? Конечно. Это такая радость. Рядом с домом два шага. Всегда можно прийти. Занятия с тренерами. Человек мало в группе. Просто красота вообще. И ребенку, главное, очень нравится. Она ходит с удовольствием всегда. И соревнования периодически есть. То есть нам есть с чем сравнить. Мы знаем, что это. Почему именно плавание? Завевает здоровье. То есть это такой хороший спорт. Не затратный по силам. То есть это. И в будущем это ей очень пригодится. И плюс у нее есть к этому талант. Первый приплыл. Первый приплыл? А куда? В какой клуб ходишь? В фитнес. Ну, а кем ты хочешь? Какой результат хочешь? Дальше. Первое место в дальнейшем. Олимпийским чемпионом хочешь стать? Ну, если только по кругу, то хочу. По кругу? В завершении по традиции прошло награждение участников грамотами, медалями и ценными призами. Но все-таки главная награда всегда остается здоровье детей. К тому же спорт сплочает и учат дружить. Спорт сплочает и делает ближе друг к другу не только спортсменов, но и родителей с детьми. Укрепляя семьи. А это очень важно в современном мире, чтобы дети росли в здоровой семейной обстановке. Спасибо за этот ценный вклад в здоровье нации оператора фитнеса «Люби фитнес», организовавшему этот турнир. Как вы мотивируете ребенка на победу? Как мы тебя мотивируем на победу? Очень сильно. Очень сильно. Говорим, что все получится. Что? Папа или мама больше тебя мотивирует. Все. Все. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ Совхоз. Не забывайте поддерживать этот канал, ставить лайки, оставлять комментарии, делать репосты и финансовые пожертвования. Это нам позволит и дальше работать для вас и делать новые интересные репортажи. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok